Новый голос Петербургской консерватории. В старейшем музыкальном вузе России появился орган, сделанный на заказ в Германии. Уже в ноябре после монтажа и настройки на нем будут играть участники международного органного конкурса. Репортаж Александра Чиженко. Так в представлении органистов звучит голос человека. Вокс Хумана, название одного из 56 регистров нового органа Петербургской консерватории. Впрочем, этот голос еще предстоит подправить, когда все трубы займут свое место. Всего в органе будет 4170 труб. Пока идет монтаж механизма, они остаются в упаковке. Часть из них хранится здесь, в артистической комнате. Те, что не поместились под ее потолком, расставлены вдоль стен концертного зала. Орган, каркас для которого собираюсь сейчас в Малом зале Петербургской консерватории, станет первым за полвека новым инструментом в Северной столице. В других концертных залах в эти годы проводилась только реставрация. В консерватории последние 20 лет органных концертов не было вовсе. Это отражалось и на студентах, потому что для того, чтобы как следует научиться, нужно иметь под руками полноценный инструмент. Теперь здесь будет не просто полноценный, а самый большой механический орган в городе. Изготовили инструмент лучшие европейские мастера. После того, как закончат работу монтажники, на смену им из таксонского города Бауссена приедут интонировщики, чтобы соединить голоса всех труб в уникальный ансамбль. Его концепцию, то есть сочетание тембров различных регистров, разработали здесь, в стенах консерватории. Мы все-таки остановились на концепции, условно говоря, универсального инструмента, но с разными начинками, которые позволяют исполнять и музыку классическую, и барочную, и романтическую. Возможных сочетаний так много, что для управления ими потребовались современные компьютерные технологии. Вы набираете определенную комбинацию, нажимаете, и запоминается оно в ячейку памяти. И вот есть, значит, у него USB-флешка, разъем, то есть можно флешку вставить, считать, записать. Старокурсник Тимур Халиулин клавиатуру нового инструмента увидел впервые и мечтает, как можно скорее его освоить. В консерватории негде было репетировать до этого на больших органах. Теперь появятся возможности, я думаю, если разрешат, конечно, на таком органе допустят ли заниматься студентов, это еще вопрос. Но кого же и допускать, если не Тимура? Несколько дней назад он стал лауреатом международного конкурса органистов. К этому состязанию Тимур готовился на одном из двух маленьких учебных органов, смонтированных в тесных классах. Конечно, ни о каких концертах здесь не может быть и речи. Да, собственно, даже и полноценно сдавать экзамены здесь очень сложно. Но скоро ситуация изменится. Во всю мощь своих четырех с лишним тысяч труб самый большой петербургский орган зазвучит в октябре. Александр Чержинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург. Александр Чержинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Северо-Западное бюро ТВ-центра. Продолжение следует...